Всем привет, друзья! Вы на канале Эксперавит. Меня зовут Виталий и я продолжаю играть в Фрагпро Шутер. И сегодня, друзья, у меня на обзоре будет такой персонаж, как Фрагенштейн. Вы сами просили снять на него обзор. Вот, ребят, получаете. Сейчас, ребят, мы изучим данного персонажа, после обязательно за него поиграем. Но перед этим не забываем поставить лайк, подписаться на мой канал и написать свой топовый комментарий, что вы думаете по поводу данного персонажа, а также на какого следующего героя вы хотели бы, чтобы я снял обзор. Итак, друзья, его тип тяжелый, редкость эпическая. Вы сами видите, по очкам здоровья этот танк. Это очень массивный, крепкий такой мастодонт в игре Фраг, друзья, который, кстати, довольно-таки нехило атакует. В его арсенале, ребят, есть такое оружие, как Брандербастер. Стреляет снарядом, который взрывается и превращается в шрапнель в воздухе. Данным оружием, ребят, который наносит довольно-таки нехилый такой дамаг, можно разнести любого и каждого. Главное, чтобы вы имели только сноровку, потому что у него есть минус. Конечно же, если его не поманцуешь, он довольно-таки медленный, но именно эту медленность, ребят, окупает его умение, которое называется оно живое. Получите значительно повышенное здоровье, ваше здоровье через какое-то время вернется в норму и вы получите только оставшийся урон. То есть, ребят, в том случае, если вдруг вас почти уже раскидали, все очки здоровья практически близятся к нулю, вы просто берете, нажимаете на его умение и все, ребят. Вы как будто заново переродились с полным количеством ХП и играете дальше. Не раз такое бывает, когда у нас мало ХП и нам не хватает тупо одного выстрела, кто-то делает этот выстрел первее. И вот кажется, вот еще чуть-чуть и я бы добил эту катку. Так вот, ребят, с этим персонажем это можно и сделать. Ну что, друзья, давайте немножко, давайте, наверное, все-таки взглянем сейчас на его скины, да. Я, кстати, хочу себе прикупить один из скинов, сегодня этого делать не буду. Мне вот этот почему-то нравится и напишите, стоит ли мне купить данный скин или нет. Хотя мне еще нравится там, где он в оранжевом виде, вот такой вот. Ладно, друзья, ставим лайк, подписываемся, а я начинаю раскидывать своих оппонентов. Так, все, переключаемся на нашего Фрэнки. И ждем наших, а так, кстати, вон, смотрю, уже кто-то к нам рвется, ломится прям, даже в двери не стучат. Да ладно, кто-то купил себе скин на это говно? Ого, 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 тихо, тихо, полегче. Хера себе. Так, а мы, короче, пошли как раз по правой стороне, правильно я дал им команду, и они обошли, получается, всех. Слушайте, а мы всех вот раскидали, никто здесь не прошел? Моего регбиста, страйкера, точнее, вынесли. Давайте, наверное, пополню себе все-таки хп тоже. Ребят, это хороший персонаж, это классный персонаж, минус которого, это его скорость. Вот скорость его вообще не красит. Ну, понятное дело, что у огромного танка, понятное дело, что их всегда здоровых будут делать довольно-таки медленными. Блин, неправильно я делаю то, что сейчас сюда иду, но просто какие-то персонажи попадаются, я ничего не понимаю. В принципе, для обзора то, что надо, но хотелось бы нормальной конкуренции, как бы. Стрелков, ребят, кстати, стрелковые персонажи, это просто заноза в заднице для Фрэнки, просто заноза в заднице. Потому что это довольно-таки массивный, здоровый персонаж, которого стрелки могут вынести просто на раз-два. И вообще, ребят, это второстепенный такой персонаж, за него вам, ну, желательно вообще не играть, то есть оставить его как бота и играть за данного персонажа только при определенных обстоятельствах, если больше не за кого играть. Или же он как-то находится вблизи базы, которые атакуют. А так я не советую вам за него особо играть. Есть для этого атакующие, есть стрелки, джокеры и тому подобное. Я бросил свою позицию, он сейчас может туда просто взять и пройти. Ого! Тихо! Добил, хорошо. Победа! Вот так-то! Так, давайте еще одну каточку сыграем. Как раз я не появился за Фрэнки, значит, как всегда будем переключаться. Вообще, было бы прикольно, если во фраге сделали так, чтобы мы в самом начале могли бы отмечать, за кого мы хотим появиться. Так, своим я дал команду направо идти, сюда ко мне вроде бы никто не несется, да? То есть, пока мне все вроде как спокойненько. Ребят, вообще я неправильно делаю то, что иду в атаку. Я это делаю только для видео, чтобы, ну, вы на экране смотрели хотя бы какие-то бои, сражения, а не просто какую-то картинку. Блин, слушайте, до него, попробуй еще попади в него, а. Опаньки, кто? Как ты посмел? Танк против танка. А куда ты делся? Иди сюда, слышишь? Как в спину мне стрелять, так ты просто монстр. А как сам отгребать начал, так сразу заднюю давать, да? Вот такие вы, игроки фрага. Давай, давай, давай. Есть. Давай, давай, иди сюда. Иди ко мне. Нет, нет, нет. Давай восстанавливаем ХП. Отлично. Блин, видите, ребят, ну, просив снайперов сложновато, потому что они быстрые, они такие скользкие, что могут тебя, ну, просто взять и, я не знаю, ну, разбомбить. Давай, давай. А что ты застыл? Наверное, это бот. Он втыканул в страйкера. Через стену хочешь его волонуть? Не-не-не, мы своих в обиду не даем. Давайте я немножко, наверное, себе золото понагребаю. Так, тут кто-то есть, да, тут кто-то есть. Уже никого. Ребят, мне нравится данный персонаж. Это классный танк, это офигенный танк, но это медленный танк. Не люблю я медленных персонажей, если я их и беру, то, как правило, я за них практически не играю. Так, ХПшку не успел. Не успел я восстановить себе ХПшка. Давайте за Покохантер. Покохантер. Слушайте, а мы их, короче, всех подраскидали, да, получается? Осталась только защита. Есть, там по ком-то попал. Есть. Блин, меня этот хрен хочет убить. Тут кто-то прошел. Где мой Фрэнки? Иди сюда. Ребят, ну вы не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, кто еще не подписан. И обязательно напишите мне комментарии, что вы думаете по поводу данного персонажа. Играете ли вы за него, берете ли вы его себе в колоду. Блин, по мне стрелок. Видите, ребят, нельзя стоять за Фрэнки на месте вообще. Да вообще за любого персонажа нельзя стоять на месте, если так подумать. И напишите, на кого вы хотели бы свой следующий обзор. Увидеть. Умри. Так, получается одна база осталась. Да блин, мне вот этот бесит, вот этот стрелок, вот этот, капитан полюс дебильный. Он сейчас страйкера убьет. Проигрываем. Блин. Не-не-не-не-не. Стоять. Стоять. Где меня атакуют? С какой стороны? Фу, блин, как это опасно, а? Удачи. Да, ребят. Так можно и проиграть. Не-не-не-не, я не проиграю. Нельзя проигрывать. Овертайм. Не, ребят, я буду сейчас доиграя за Покахантера. Я не хочу проиграть эту катку. А ты чё, Кристал, тут стоишь? Всё. Победа. Блин, ну это было странно. Если подводить итоги по данному персонажу, то можно сказать, что он довольно-таки прикольный, он полезный, да? Это тяж, который может разносить, который может защитить. Но он очень часто убиваемый. Это лёгкая цель, потому что он довольно-таки медленный. Стрелки будут выносить его на раз-два. Тем более мы знаем, что сейчас при нынешней тенденции в игре фраг, все в основном ставят акцент на лёгких и быстрых персонажей, которые могут просто легко нашего Фрэнги взять и обвести вокруг пальца и просто разнести. Несмотря на его количество ХП. Но при этом, друзья, при всех его минусах, каких-то мелочах и его достоинствах, всё-таки я назову его хорошим и всё-таки нужным персонажем. Да, вы его не часто будете брать, я его тоже не часто использую, но время от времени я всё-таки беру данного персонажа и он мне довольно-таки неплохо помогает. Иногда он бывает играет в минус. Тут всё зависит тоже, конечно же, от колоды противника. А так, целиком и полностью, в принципе, я персонажем доволен. Мне нравится, ну, мне всё нравится в этом персонаже. Он, вот, единственный минус только в том, что он не дальник. Был бы он дальником, было бы ещё лучше. Поэтому, друзья, обязательно напишите мне в комментарии то, что вы думаете по поводу данного персонажа, играете ли вы за него. И обязательно напишите, блин, какой на него взять скин. Кстати, ребят, я не прочитал за него историю. Франкенштейн создан из частей самых сильных бойцов мира. Он очень сильный, он не слишком умный. К счастью, Луча Маэрта его лучший друг. Любит в нём душу, а не мозги. Как это мило. Вот так, друзья, два мастодонта танком в нашей игре. Оба друзья, оба медленные и оба неумные. Хотя Луча Маэрта, в принципе, по скорости, ну, не такой уж и медленный, на самом деле. Франкенштейн будет здесь, ну, немножко помедленнее. Он может скорости только позавидовать. Но в атаке, ребят, он иногда реально незаменим. В атаке, я имею в виду, не когда бежишь в атаку, а когда ты начинаешь атаковать противника, он наносит довольно-таки неплохой дамаг. Ну, со среднего расстояния с близка он наносит дамаг гораздо меньше. Ладно, друзья, на этом обзор буду заканчивать. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Смотрите, ребят, обязательно мои видосы. Буду благодарен, если вы посмотрите рекламку, которая будет во время этих видосов выскальзывать. Всё-таки, таким образом, вы поддержите мой канал монетизацией. И обязательно мне напишите, на какого следующего персонажа мне снять обзор. Дело в том, что, ребят, вы очень часто заказываете обзор на того или иного персонажа. Но именно тот, на кого вы заказываете, вы и не смотрите эти видео. А те персонажи, на которых я снимаю обзоры чисто так, рандомно, вот именно за них вы и смотрите. Поэтому, ребят, давайте делать контент. Ну, вы были на канале Экспиравид. Всем спасибо и всем пока. И, блин, я не знаю, какой мне взять на него скин. Хочу на него какой-то скин. И не знаю, ребят, какой, если честно. Тоже можете написать. Вообще, не скупитесь на комментарии. Чем больше комментариев, тем видео будет в топ, ребят. Алло, в чём проблема? Блин, ну мне хватит вот это взять. Не знаю, ребят, скоро я сниму обязательно видео, как я буду снова покупать скины. И, возможно, я даже приобрету вот этот Капитан Золотая Челюсть. Не знаю, посмотрим. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока.